Приветствую постоянных участников моих встреч и всех зрителей. Мы находимся в районе Марино-Русь. И здесь рядом с третьим транспортным кольцом, а конкретно с улицы Сучевский вал, который составляет часть третьего транспортного кольца, проходят два одноименных переулка. Первый и второй – Вышеславцев переулки. Я думаю, что, конечно, правильно, уместно рассмотреть их вместе, поскольку они маленькие и на них не так много объектов. Естественно, они одинаково называются, так что, думаю, имеются все основания, чтобы поговорить о них в рамках одной нашей истории. Первый переулок начинается, когда с улицы Сучевский вал и проходит до второго Вышеславцева переулка. Ну, а второй, соответственно, Вышеславцев начинается от улицы Образцова и проходит до нового Сучевской улицы. Ну, и все это все равно рядом, параллельно как раз улицы Сучевский вал, то есть тоже параллельно третьим транспортом, кольца совсем недалеко. Соответственно, по первому переулку осуществляется двухстороннее движение от мобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Ну, а по, соответственно, второму переулку одностороннее движение от мобильного транспорта от улицы Образцова в сторону Нового Сучевской улицы по одной полосе. Ну, первый переулок совсем короткий, 150 метров всего, соответственно, второй в два раза длиннее примерно около 300 метров. До 1922 года эти переулки назывались, соответственно, первой, второй неглинные переулки, потому что здесь находились в Верхове речки Неглинные. Неглинные, да, ну, в общем, известна довольно Московская речка, да, улицы есть Неглинные, но, соответственно, сейчас, конечно, мы эти Верхове видеть не можем, эту речку, она вся на тём протяжении своём убрана в трубу, в коллектор. Соответственно, её не видно, но, в любом случае, в Верхове они здесь находятся, просто, единственное, они сейчас всё забрано под землю, и мы это не видим. Ну, по сути, речка как-то равно просекает. Вот, ну, а в 1922 году, соответственно, переулки получили современное название Вышеславцево по, соответственно, Вышеславцевым прудам, которые известны ещё, по крайней мере, с 18 века. Ну, и, соответственно, сами пруды получили название, как считается, по находившимся здесь владением Вышеславцево. Кто-то, которые, правда, были Вышеславцево, история умалчивается, сказать сложно, по крайней мере, мне о них никаких сведений, так сказать, найти не удалось. Ну, наверное, были какие-нибудь помещики, может быть, князья, не знаю, сказать сложно. Вот. Значит, на этих переулках совсем нет жилых домов, то есть, на этих переулках находятся только нежилые строения. Первый переулок проходит вдоль границы университета путей сообщения, знаменитый МИИФ, да, бывший Московский институт инженеров транспорта, но сейчас называется университет путей сообщения. Но, правда, эти, соответственно, самый институт, в общем-то, и большинство построек, на его территории он занимает довольно большую территорию, вот, между улицей Обрасово и, соответственно, как раз первым Вышеславцем, вторым Вышеславцем переулками, и далее, в улице Свящевский Валов, и так далее. И вот, большинство стучится по улице Обрасово, так как. Вот. Ну, а, соответственно, слева, или по четной стороне, если идти, соответственно, да, то есть, если мы идем от улицы Свящевского Валов, то справа у нас вот это как раз комплекс университет путей сообщения, а вот с левой стороны у нас, соответственно, числятся как раз два объекта, которые единственные числятся по этому первому Вышеславцу переулку. Ну, сначала у нас идет центральная медицинская часть Федерального медико-биологического агентства, ФМБА, знаменитая, да, вот, ну, она чистится по улице Свящевский Вал, и, собственно, на ней она находится, а сюда уходит только торцом. Ну, а дальше вот идут как раз два объекта, которые чистятся по этому первому. Это офисное четырехэтажное современное здание по номерам 6 и, соответственно, детская поликлиника МВД. Россия по номерам 8, то есть четырехэтажное здание, но оно уже построено, соответственно, в советское еще время, не современное. Вот, что касается второго Вышеславца переулка, то есть здесь объектов побольше, ну, и сам переулк длиннее в два раза. Вот, если мы идем с улицы Образово, то, соответственно, у нас с левой стороны идет сначала лосфисное здание по улице Образово, ну, а, соответственно, с правой стороны у нас идет два офиса. Если мы идем не с улицы Образово, а если мы идем снова с Ущевской улицы, да, так вот мы идем. Да, то есть тут у нас одесский офис, а тут у нас идет два вычисленных здания, соответственно, под номером 2, строение 1 и 2, соответственно, одно советское здание еще строительное, а другое, соответственно, от него недавно построено в 2017 году. Потом, с левой стороны у нас идет Московский еврейский общинный центр по номерам 5 и 7 этажных зданий 2000 года постройки, и за ним находятся синагобы, ну, как раз вот при этом в московском еврейском центре. Вот. Но она уже числится не по этому. Далее идет здание полиплиники номер 2, это главное управление МВД под номером 7, построенное в 1886 году, и примыкает к ним также физкультурно-раздорительный комплекс в виде такого большого ангара. Как будто вид такой, ну, в виде как бы склад, склад ангара такой большой, но на самом деле он не металлический, а стекленный, поэтому, соответственно, что-то такое между ангаром, складом и, соответственно, стекленным комплексом. Вот. Ну, и напротив, соответственно, полиплиники главного управления МВД находится полиплиника номер 1 МВД России, под номером 4 корпуса, 1 5-этажное здание, вот, ну, современно облицованное. Оно в советском временном тоже построили, но облицовка у него современная. Просто тут, видите, какая разница, в чем заключается, что с одной стороны находится, да, соответственно, полиплиника главного управления МВД России, а здесь, соответственно, находится полиплиника МВД, не главного управления, а просто МВД. Вот, собственно говоря, так они размещают. Вот. Ну, и, соответственно, дальше у нас еще идет детская полиплиника МВД России. Вот. Ну, как я сказал, она числится по первому Вашиславовцу переулку, но она находится по сути делом и пересечении первого-второго Вашиславовцу переулку, ну, числится она по первому. Ну, это вообще не суть, так уж важно, ну, если мы говорим уже, так сказать, о четкости, да, терминологии, да, и, соответственно, привязки объектов, то вот так вот они, так сказать, числятся, две полиплиники МВД по второму Вашиславовцу переулку, но, соответственно, третья детская уже по первому Вашиславовцу переулку. Вот. Ну, и, соответственно, заканчивается уже, так сказать, этот переулок и справа и слева зданиями университета путей сообщения. Бывший МИР, как я сказал, да, и, соответственно, в основном, тоже я говорил, в основном все объекты, соответственно, числятся по улице Образово, но, однако же, все-таки, два здания числятся именно по второму Вашиславовцу переулку, именно вот этого университета. Соответственно, это, в основном, видим учебный корпус пятиэтажный, 1929 года постройки, ну, 23-го, ну, в общем, 20-го года постройки, по данным 15. Ну, и, соответственно, общежитие этого университета, по номеру 17, шестиэтажное здание, 1931 года постройки в себе конструктивизма, как тогда, в общем, строили многие дома и общежития, ну, и разные другие объекты. Ну, собственно говоря, наверное, основное, что хотелось бы сказать про эти переулки. Ну, а, что касается проезда к ним, то, наверное, лучше всего доехать через улицу Сычевский вал, Крулижская. Вот, там, в принципе, довольно много есть автобусов, ну, и дальше уже, соответственно, откруется Сычевский вал, он уже, дальше пройти на первый переулок, ну, и, соответственно, через него выйти на второй. Вот. Ну, и, в принципе, здесь интересные довольно здания, хотя, конечно, особо достопримечательностей нету, но, с другой стороны, все здания друг на друга не похожи. У нас есть и довольно старые уже здания, советские времена, в том числе, вот, входящий в корпус университета путей сообщения, поэтому, думаю, будет, в принципе, небезынтересно здесь погулять, смотреть многие здания. Так что, приезжайте. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Кунской.